МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кроме того, свои вопросы вы можете оставлять на сайте нашего телеканала www.lrt.tv в разделе «Прямой эфир». Сегодня глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий подведет итоги уходящего года. Мы вспомним самые значимые события. Чем же запомнился этот год, обсудим в прямом эфире. Присоединяйтесь к нам. Здравствуйте, Владимир Петрович. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, кто сегодня с нами. Владимир Петрович, начнем с такой важной темы. Это социально-экономическая сфера. Бюджет округа до 2022 года он уже принят. Приоритетные направления все те же. Это образование, медицина, социальная сфера. Можно сделать вывод, что бюджет, как и прежде, социально ориентирован. При этом открываются новые предприятия, создаются новые рабочие места. Насколько успешной была работа по привлечению инвестиций в этом году? Ну, Наталья, вы настолько все правильно сказали, что я бы сказал, что и добавить нечего. В том плане, что абсолютно все правильно и верно. Мы везде говорим, и это классика, что экономика всему голова. И никуда не денешься. Деньги никто не отменил. Это наша жизнь. Деньги, извиняюсь, это основной товар по классикам марсизма-ленинизма. И эта тема, она, к сожалению, наверное, будет вечной, потому что есть мера стоимости. Это деньги, и деньги надо где-то искать. Потому что мы хотим, чтобы и дороги были, и летом цветы сажали, зимой снег убирался, жилье ремонтировалось. Это все на все нужны деньги. Я не говорю про социальные вопросы или медицинское обслуживание. И когда любые вопросы связаны с недостатком финансирования, то сразу возникает некая проблема, и можно ходить и оправдываться, что у нас нет денег. Мы на эту тему особо никогда не говорим. Стоит задача, по крайней мере, собирать бюджет. Мы бюджет принимаем ежегодно, так и в этом году мы приняли бюджет на 2020 год. Ну а бюджет 2019 года более 10 миллиардов рублей. И мы его исполнили, и даже немного с перифицитом. И это как бы нормально по той же причине, что мы очень плотно работаем с нашим предпринимательским сообществом, с нашими предприятиями. Понятно, у нас есть комиссия по мобилизации доходов, и мы работаем совместно с налоговой инспекцией, но это не значит, что мы принимаем какие-то карательные меры к неплательщикам. Мы стремимся каждого понять, и я допускаю, что у кого-то есть проблемы с какой-то уплатой налоговой или энергоносителем. Мы так и помогаем, даем рассрочку, и это позволяет предприятиям удержаться на плаву, и в конечном итоге нам собирать налоги. А в конечном итоге налоги это бюджет, и в конечном итоге это все работает. Если мы коснемся просто инвестиций, то я скажу, что было привлечено в 2019 году более 38 миллиардов. Цифра очень приличная, это больше, чем в 2018 году. Я могу сказать, что мы достаточно активно развиваем наши предприятия. Есть некий показатель, не мы это придумываем, есть статистика, все это, скажем, подвержено статистике, и информация стекается в налоговую инспекцию. Это что касается предприятий малого и среднего бизнеса. У нас где-то порядка 16 300 предприятий малого и среднего бизнеса. Мы, вот все годы, сколько я работаю, мы входим в тройку самых таких районов, где это количество предприятий максимальное, самое большое, хотя мы не самый большой район в Московской области, но количество предприятий малого и среднего бизнеса, я уже сказал, оно более 16 тысяч. А это что собой представляет? Это представляет то, что людям есть возможность работать рядом с домом. Эти предприятия, они достаточно успешно работают, уплачивают налоги, и таким образом мы, в том числе, и пополняем бюджет. Могу сказать, что у нас традиционно хорошо развиты предприятия, будем говорить, такой средней промышленности, и предприятия традиционно, которые ведущие предприятия, не только у нас в районе, в области, но и в России. Это корпорации вертолеты России, это предприятия «Звезда» и целый ряд других предприятий, которые, в принципе, делают, если хотите, рекламу, если хотите, это некий бренд, не только люберец, а всей России. И, понятно, там и предприятия, на этих предприятиях, и заработная плата приличная. Кстати, у нас средняя зарплата, это, опять же, по статистике, порядка более 64 тысяч рублей. Это, конечно, денег много не бывает, но это нормально, это средняя, куда-то гораздо больше. Есть еще показатель, опять он статистический, это дает нам статистика, это количество созданных рабочих мест. Так я вот по памяти скажу, мы таких мест создали, по-моему, порядка 1781 рабочее место. Это статистика. Это тоже прилично. Понятно, что сегодня, опять же, по статистике, и то, что мы видим в прессе, не самые лучшие времена для экономики, в силу разных причин, в силу и макроэкономических проблем, и в политике не все просто. Но, тем не менее, мы создали более 1700 новых рабочих мест. Это тоже показатель. Поэтому, таким образом, мы в развитии, и в этом плане, в целом, я оцениваю, что экономическая ситуация в нашем городском округе, она достаточно стабильна. Да, спасибо. И, как вы уже сказали, тоже за счет привлеченных инвестиций и встроитые новые социально значимые объекты в 2019 году, открыли новые детские сады и школы. Более подробно на эту тему я предлагаю посмотреть сюжет, а далее вернемся в студию и продолжим диалог. 2019-й стал знаковым для жителей самолета. В микрорайоне открылось сразу два образовательных учреждения. Инженерно-технологический лицей стал вторым домом для 1100 учащихся, желающих связать свою жизнь с инновационными технологиями или просто заложить крепкий фундамент знаний. За счет неурочной деятельности мы проводим дополнительные технические дисциплины. Информатика с первого класса. Разделение на профиле проводится с пятого класса. Дети с высокой успеваемостью отбираются в инженерно-технологические классы. Для будущих первоклассников в самолете распахнул в свои двери второй детский сад. Для 280 малышей здесь создали домашний комфорт. Самолетик оснащен собственным пищеблоком, бассейном, медицинским и логипедическим кабинетами. Чтобы полностью удовлетворить потребность жителей микрорайона в дошкольных учреждениях, здесь строятся еще два детских сада. По трем коррекционным направлениям работает еще один открывшийся в 2019-м детский сад в Краскове. Это две логопедические группы. Группа ортопедическая для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. И самая сложная у нас группа и востребованная на сегодняшний день это группа со сложной структурой дефекта «Дети с расстройством аутистического спектра». Десять групп детского сада «Новости» рассчитаны на 180 мест. Ликвидировать вторую смену и сделать комфортной жизнь учеников позволит строящаяся пристройка к кадетской школе. В ней будут учиться 200 самых маленьких воспитанников. Здание предназначено для начальных классов. Так же, как и люберчане, следующий учебный год в новой школе встретят и ученики из Малаховки. 1 сентября 2020-го на месте сказки откроется современная школа для 275 учащихся. Строительство учебного заведения идет в рамках реализации национального проекта «Современная школа». Согласно ему, в регионе появится 50 новых учреждений. Три из них в городском округе Люберцы. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Владимир Петрович, а вообще, чем интересны вот эти вот новые проекты в школу, детских садиков, которые открылись в этом году? Какие вообще вопросы в образовании округа удалось решить с помощью них? Дело в том, что образование, оно же носит такой характер непрерывный с точки зрения, когда ребенок рождается, родители устраивают детский садик. Это детский садик, затем в последствии школа, а в последствии человек получает либо профессиональное образование, среднее, либо идет в высшее учебное заведение. И вот людей надо готовить. Более того, вот вы показали такой ролик, где показали школу новую на 1100 мест. Это такой технический, технологический лицей. И суть в том, что я буквально вот был на днях в этом лицее, и там проходил такой как бы семинар по профессиям, которые будут в перспективе. И что сегодня говорят ученые, аналитики, какие же профессии востребованы. И понятно, профессии востребованы инженерные, в области эти технологии, робототехники, капитализации, искусственного интеллекта. То есть все, что на острие. Но более того, вы можете эту профессию не получить. И аналитики говорят, что человеку придется за жизнь сменить 5-8 профессий. Очень все быстро развивается, динамично развивается, ничего не стоит на месте. И потом человек может приобрести профессию, а в этой профессии он поработает там какое-то время. Более того, я не хочу, скажу, у нас не так много времени, но суть в том, что такие профессии, как водитель, есть у него профессия водителя? Есть. Но ее через 10-10 лет не будет. По той же причине, что будет беспилотный водитель. Или врач. Как можно обойтись без врача? Сегодня аналитики говорят, да, 10-15 лет, и прости врача не будет. Поэтому это будут всевозможные приборы, искусственный интеллект, будут анализы. Значит, там по каким-то, я не знаю, там, волос, там, дыхание. И будет выдача каких-то там рецептов и так далее. Нужны будут, возможно, фармацевты, и не то понимать, как сейчас. И так коснись любой профессии. То есть сегодня мир очень быстро развивается. Поэтому надо дать ребятам некий импульс в том плане, что они должны быть любознательны, они должны уметь работать с книгой, они должны работать в этом пространстве виртуальном, с точки зрения компьютеризации и так далее, которые позволят в перспективе переобучиться, перестроиться, перенастроиться. Быть более мобильными в этом плане. Да, задача школы. Поэтому на сегодняшний день мы в образовательных учреждениях проводим некие семинарии, некие обменениями с учительством, со школьниками. Наши школьники, а, кстати, я вам не сказал, у нас где-то более порядка 18 тысяч в детских садиках, детишек ходят, детей в детские сады, и порядка более 34 тысяч – это школьники, значит, от 1 по 11 класс. И мы ставим задачу именно, начиная с садика, в школах, давать вот этот импульс, чтобы в человека проснулась тяга, жажда к знаниям, к совершенствованию. И более того, значит, мы стремимся, чтобы в каждой школе были внеурочные занятия, чтобы была возможность тем ребятам, которые интересуются чем-то дополнительно, особенно в области компьютеризации, каких-то технических наук, хотя у нас есть и медицинское направление в школах, есть, скажем, вопросы, связанные со строительством и так далее, но мы даем некий импульс, чтобы ребята могли заниматься, совершенствоваться, а дальше избрать себе ту или иную профессию, которая как бы тяготеет, мы же все внутри к чему-то как-то расположены, и надо понять этого человека, чтобы он мог приобрести профессию уже по душе. Я уже не говорю о том, что в каждой школе должны быть занятия, которые связаны со спортом, потому что физическая культура, она укрепляет, как говорят, и тело, и душу, и этим надо заниматься, и мы над этим тоже очень достаточно плотно работаем, это вопросы связаны, включая ГТО и прочее, и у нас в этом плане целое направление, мы эти вопросы отслеживаем, и в этом плане тоже мы как-то двигаемся. Но наши школьники принимают участие абсолютно во всех конкурсах, олимпиадах. Я вам скажу, вот есть показатель, где мы находимся, у нас, по-моему, было порядка 8 стобальников по итогам 2019 года. По статистике, это мне говорит управление образования, у нас 66% школьников поступили в высшее учебное заведение. Это тоже достаточно говорит о том, что именно люберецкое образование, оно на уровне, я уже не говорю о том, что мы стремимся здесь развивать и средне-техническое, и профессиональное, и высшее образование на территории района. Это другая история, потому что Люберцы все-таки это столичный регион, где молодые люди, учитывая то, что мы столичный регион, и мы в столице, то здесь есть разные учебные заведения, где впоследствии можно найти себе профессию по душе. Поэтому стоит задача, чтобы молодые люди, именно обучаясь в школе, в молодые годы, научились работать с книгой, научились работать с материалом, искать информацию, эту информацию использовать в той необходимой плоскости, которая востребована. Это самое главное, человеку научиться искать, находить информацию и ее пользоваться. Да, действительно, это важный навык. Владимир Петрович, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в Паркаде, в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Хорошо. Алло. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Петрович, хочу вас поздравить с наступающим Новым годом и задать вам вопрос. Спасибо. Меня зовут Наталья Владимировна. Так. Проживаю я на улице Побратимов. У меня такой вопрос. По поводу долголетия сейчас у нас организовали по программе Воробьева. Но очень плохо организовали. У нас один бассейн на все Люберцы. На все Люберцы. И очередь у меня подходит только в мае месяце. Это что же такое за долголетие? А мы уже в возрасте люди. Уже там в мае месяце. Согласен. Да, есть вопрос. Вопрос есть. У нас, к сожалению, будем говорить, муниципального бассейна нет. У нас на северной стороне, да, там один бассейн. Уже если мы берем эту сторону, центр города, тут два бассейна. Я надеюсь, что скоро бассейн откроется и на улице электрификации. Поэтому бассейны есть, но может быть не так рядом с домом. Но активное долголетие, оно подразумевает собой, ну не только бассейн. Бассейн это важно. И это хорошо. Ну, вот мы по субботам, воскресеньям, вот я так думаю, вы проживаете рядышком с парком Наташинские пруды. Там проводятся занятия, мероприятия с людьми более старшего поколения, где люди занимаются скандинавской ходьбой, разные мероприятия, скажем, занятия, связанные с, скажем, как провести досуг, время. Люди обмениваются, включая, я вам скажу, в Центральном парке по выходным дням мы проводим здесь и тут и станцевальные программы, то есть можно провести досуг. Потому что я могу сказать, это я говорю школьникам, ну и люди старшего поколения тоже должны понимать, что каждый должен найти занятие по душе, для себя, сам. Хорошо, если нашел сторонников, хорошо, если есть какая-то группа этих сторонников, тогда можно заниматься, начиная от ходьбы, гимнастики, спортивные мероприятия, никто не запретил, этим надо заниматься. Другое дело, я даю себе отчет, да, с бассейном, наверное, не так все просто, ну, над этим надо думать. А что касается просто укрепления здоровья, то все-таки, конечно, у нас город и район запредельно урбанизированы, это тоже правда, но у нас все-таки сегодня есть парки, и Наташинский парк, и Центральный парк, и мы везде сделали дорожки, и погулять, походить, для себя выбрать какой-то маршрут, по нем можно пройтись, кто хочет 5 километров, кто хочет 10, у нас, я оцениваю, очень хороший парк сегодня в Томилино, ко мне приходят, и многие из люберчан едут, вот парк сказок это в Томилино, и у нас же есть лесная зона, то есть мы можем найти, где есть желание погулять, ну, а с бассейном, ну, я уже сказал. Да, и у нас еще второй вопрос есть от Натальи Владимировны, если вы еще на связи? Да нет, уже все, все, вопрос уже отпал. Спасибо, продолжая тему образования, хочется еще раз сказать о том, что действительно в Люберцах работает высокопрофессиональная команда педагогов, и как результат, это то, что юные люберчане, вы уже упоминали об этом, они участвуют в Олимпиадах, и не просто участвуют, а еще и побеждают в них. Более того, по окончанию школы ребята остаются в округе, и продолжают получать уже образование, получать профессию в Люберецких, средних и высших учебных заведениях. Свои знания и навыки они подтверждают на международном уровне. Вот, например, студенты Люберецкого колледжа уже не один год участвуют в мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills. Как же оценивают наших ребят признанные эксперты? Давайте посмотрим сюжет на эту тему, а далее вернемся в студию. 12 студентов со всего Подмосковья на протяжении трех дней боролись за звание лучшего. В честь Люберецкого техникума имени Гагарина отстаивали пять человек. Среди них студент первого курса Алексей Щекочихин. На отборочном этапе он показал свои навыки и умения в сборке, программировании и использовании квадрокоптеров. Это был очень трудный чемпионат. Три рабочих дня были очень затяжными, нервными, выбивали из колеи. Выкладывался на чемпионате по полной, потому что не хотел, чтобы вся подготовка прошла впустую. Подготовка впустую не прошла. Алексей занял первое место в своей компетенции. Люберецких студентов признали лучшими и в обслуживании авиационной техники. Лидером в этом направлении стал Виталий Преслонов. Лидеры отборочного этапа вошли в команду Московской области, которая отправится в Новокузнецк на всероссийский чемпионат WorldSkills Russia 2020. Потом победителей сформируют в национальную сборную, которая представит страну на международной арене. Владимир Петрович, у вас есть что добавить по поводу образовательных возможностей округа? Конечно, мы можем об этом говорить и долго. Я могу сказать, что есть о чем поговорить. по той же причине, что все-таки в Люберцах, в городском округе сегодня есть ряд учебных заведений и среднепрофессионального обучения и высшего образования. У нас порядка более 8 тысяч студентов. И вот было сказано, вот Гагаринский техникум, я оцениваю, что он с точки зрения профессиональной подготовки входит, наверное, в десятку лучших России. Потому что есть традиции. Все время обучался Юрий Алексеевич Гагарин. Первая профессия у него была. Он был формовщик, литейщик. И учитывая то, что я в свое время отработал полтора года в кузнечно-литейном цеху на заводе, я четко себе представляю, понимаю, чем связана вот эта профессия. Она такая конкретно мужская, настоящая. Поэтому Юрий Алексеевич, наверное, получил закалку в этой профессии. Это позволило ему стать космонавтом. Потому что характер закаляется именно в таких рабочих профессиях. А сегодня, я еще на эту тему могу сказать, что в годы советской власти, чтобы кто об этом не говорил, была целая система. Были профтехучилища. Миллионы закончили эти ПТУ и так далее. А потом кто-то и техникум заканчивал, кто-то заканчивал институты. Но первые профессии люди получали в ПТУ. Сегодня так получилось. Не сегодня, а вот в постсоветское время. ПТУ почему-то исчезли. И вот сегодня в Люберцах есть ряд учебных заведений, которые дают вот эти профессии. Я оценю гагаринский техникум, где ребята учатся, включая и таким хорошим специальностям средне-техническим. Это эксплуатация, обслуживание, ремонт авиационной техники. И есть договора. Вопросы, связанные с пожарной безопасностью. Значит, у нас есть, я оценю, хороший медицинский колледж в Люберцах, который готовит, значит, фельдшеру, медсестер и так далее. У нас есть в прошлом техникум, кооперативный техникум, сегодня это техникум экономики и права, который готовит специалиста в области бухгалтерии, экономики для потребительского, для потребкооперации, для торговли, и тоже можно пойти учиться. Но у нас есть свежие учебные заведения. Я оцениваю, что одно из, я не хочу делать никому рекламу, потому что я очень часто бываю, значит, и в техникумах, и в вузах, и мне всегда приятно быть таможенной академией, потому что таможенная академия – это одно из лучших учебных заведений России. Это тоже факт. И это единственное учебное заведение в России, которое готовит специалистов в области таможни. И там суперсовременная материальная база. Я оцениваю замечательный, высокопрофессиональный, профессорско-преподавательский состав. Это все таможенная академия. Но у нас еще есть, я оцениваю тоже, бренд для Люберис, для городского округа. Это Академия физической культуры в Малаховке. МГАВК. В народе говорят Малаховская академия физкультуры. Я вам скажу, целый ряд именитых спортсменов закончили данную академию. Даже далеко не будем ходить. Вот в прошлом году проходил чемпионат мира по футболу. Так вот, из сборной России по футболу 6 человек закончили Академию физкультуры. Это все Малаховка. Там замечательный ректор Сергей Германович. Он академик, он заслуженный работник образования Российской Федерации. У него много регалий. И сам он спортивный человек. Поэтому это у нас в Малаховке. У нас есть в Люберцах гуманитарный, социально-гуманитарный институт, который готовит специалистов в этой области. То есть, у нас есть вузы, где можно получить профессию как рабочую, так и инженерную, и в области высшего образования. Ну, а дальше работать. А дальше работать у нас масса предприятий. Допустим, у Гагаринского техникума есть договор соглашения с корпорацией вертолеты России, где ребята после техникума могут обучаться, а уже в корпорации вертолеты России есть, они сотрудничают, есть кафедра Московского авиационного института, где можно впоследствии обучаться в МАИ и дальше получить живейшее образование. То есть, мы эти вопросы стремимся каким-то образом кольцевать, ребят привлекать. И именно это большое счастье, когда человек родился где-то на территории у нас в Люберцах. Он ходит в школу, потом в техникум, в ВУЗ, и работа рядом с домом, и человек получает и заработная плата приличная, а я могу сказать, что на сегодняшний день я уже об этом говорил, где-то у нас сегодня заработная оплата по средним, значит, на предприятиях, значит, средних предприятиях, промышленных предприятиях более 64 тысяч рублей. Понятно, денег много не бывает, но это, она бывает больше и меньше, поэтому зависит от квалификации, от того, какой человек вносит вклад в предприятие. Я вот бываю на тех же вертолетах России, там есть ребята, кто получает и 100-150 тысяч рублей, значит, кто-то меньше, но тоже зависит от профессионализма и квалификации. Поэтому у нас есть где учиться и есть где трудоустроиться. Да, спасибо. И у нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Добрый вечер. Я живу Наталья Ивановна Ткаченко. Так, Наталья Ивановна. Я живу на улице 1-я Красногорская, дом 22, корпус 4, квартира 10. Я хотела бы вам задать такой вопрос. Вот, по нашей улице котельная, сейчас ее ломают, гаражи там тоже сносят. Мне хочется узнать, что там будет и что будет с нашим домом с корпусом 4 и 5. Ну, Наталья Ивановна, я думаю, что мы называем микрорайон 3, 3А. Он у нас идет под снос. Значит, застройщик все время определен через конкурсные процедуры мастер-хаус. И суть в том, что он, я вам скажу, несколько лет назад должен был приступить к сносу и строительства жилья и приселения жителей данного микрорайона. В силу разных причин, включая, значит, и финансовое положение у него непростое, ряд других вопросов, целый перечень документов, которые идут, надо согласовать с разного рода надзорными структурами и проект, то есть все это как бы сделано, и я надеюсь, что он приступит. Хотя, суть в том, что по ряду вопросов мы с ним сегодня и в судах с компанией мастер-хаус, потому что он не приступил в те сроки, которые он должен был приступить к строительству. Но я надеюсь, что мы общими усилиями понудим. Если не будет получаться, мы будем вынуждены все контракты разорвать и искать нового застройщика. Но в данном случае мастер-хаус именно приступил к сносу данной котельной для того, чтобы строить стартовый дом. Это такая идеология. Будем надеяться, что так и будет. Спасибо. Напоминаю, это программа «Диалог с главой». Мы в прямом эфире. И сегодня вы, уважаемые телезрители, можете задавать свои вопросы по телефону нашей студии 8 498 642 19 50 и 8 498 642 19 52. Также ваши вопросы вы можете оставлять на сайте нашего телеканала www.lrt.tv в разделе «Прямой эфир». Новые кадры мы привлекаем не только в сферу образования, но и для медработников реализуются специальные меры поддержки. За прошедший год было выдано 42 ключа от квартир сотрудникам медицинской сферы. В учреждения поступают новое оборудование. В больницах округа проводят уникальные операции. Владимир Петрович, вот каковы результаты работы по развитию здравоохранения в этом году в округе? Ну, видите, здравоохранение это такая тема всегда очень тонкая и она непростая, потому что это же, я извиняюсь, не новогодний концерт, не новогодний огонек. Всегда в больницу, поликлинику обращаются люди, когда какая-то есть проблема. Либо у личного человека, либо у близких. И всегда это сопровождается некими эмоциями. И если там что-то не так, то возникает вплоть до конфликта. Это правда. Потом и врачи у нас, люди тоже живые, и тоже под настроение. Поэтому мы проводим такую целую, целенаправленную работу и с нашими врачевателями, потому что какое-то не было настроение, но надо очень внимательно относиться к пациенту. Кроме этого, мы все эти годы последние работаем очень плотно с областным правительством с точки зрения укрепления материально-технической базы. И в этом плане я надеюсь, что жители замечают. Мы ее достаточно прилично усовершенствовали. Мы ежегодно ремонтируем 7, 9, 12 объектов здравоохранения. Вот, допустим, в этом году уходящем 7. В прошлом году у нас было порядка 14. Мы ежегодно в плане, вместе с областью ремонтируем наши поликлиники, отделения. Мы, допустим, только в этом году мы открыли в Красково детскую поликлинику на 150 посещений в смену. Но могу сказать, что я в этом знаю точно, в Московской области мы единственные, кто открыл поликлинику за счет небюджетных источников. Это тройка ряд, компания, она под ключ сдала поликлинику. Осносила полностью современным оборудованием. Мы все это согласовали с нашими лечебными учреждениями. Мы в Октябрьском открыли подстанцию скорой помощи, потому что Октябрьск находится немножечко у нас как бы в стороне от центра городского округа. И там сегодня своя подстанция скорой помощи. В свое время, я могу сказать, это лет наверное 8 назад, у нас было порядка 18 поликлиник. Каждое отдельное юрлицо, расчетный счет и так далее. Мы провели ряд организаций и у нас получилось на территории два крупных больничных комплекса с поликлиниками. И это будет тоже своя неразбериха. И мы в этом году что сделали? Мы на территории Люберецкого городского округа создали единую медицинскую структуру. Назвали эту структуру Люберецкая областная больница, потому что это позволяет, есть определенные классификатор, который позволяет выплачивать заработную плату и так далее. И мы сегодня по этому классификатору занимаем верхние срочки, потому что людей интересует заработная плата. Рядышком Москва, где заработка естественно так складывается больше, но мы к этому тянемся. Поэтому на сегодняшний день, если допустим даже год назад человек, который ну скажем есть узкий специалист лор, или узкий специалист в области ну скажем кардиологии, человек приходит в Красково, нет врача, ему куда деваться, надо направление, чтобы где-то в Люберцах посмотрели, то сегодня вот эту систему, которую мы сегодня скажем как бы изменили, и у нас сегодня единое лечебное учреждение на весь городской округ, то житель Малаховки, Томилина, либо Люберц полное право имеет, записался, сегодня электронная запись, и он прожил в Люберце, может поехать в Красково, житель Краскова может приехать в Люберце, житель Коренева приехать в Люберце, записаться и так далее, то есть это знача анализа, обследования и так далее, да, возможно, с точки зрения транспорта не очень удобно, но я допускаю, что врач может болеть, или врача нету, он может найти и пройти обследование, мы эту процедуру выполнили, поэтому медицина все время развитии, вы уже сказали, значит, мы в этом году привлекли порядка 39 врачей, но мы выдали, скажем, жилых помещения, почему жилых помещений, где-то половина это квартиры, а часть молодых людей, которые мы набираем из разных медицинских вузов, это 23-25 лет, и молодые люди, которые не семейные, мы предоставляем комнату в двух- или трехкомнатной квартире, впоследствии они будут получать квартиры отдельные, то есть мы этой работой и занимаемся, потому что привлечь мы можем, кроме того, как заработная оплата, рядом с Москвой это непросто делать, это жилье, мы эти вопросы решаем, и плюс создать условия нормальные. Кроме этого, мы сегодня у нас мы отрабатываем и мы сегодня в производстве у нас проект строительства нового хирургического корпуса, это у нас в центральной значит больницы это на улице Мира и мы планируем эта тема она стоит остро, жители жалуются, это в микрорайоне самолет, будет поликлиника на 540 посещений в смену, значит вот проект есть, согласован, земельный участок и в следующем году тоже приступим к строительству этой поликлиники, инвестор все документы согласовал и тоже начнется строительство, я думаю, что поликлиника будет построена, думаю, что за годы даже построю. Владимир Петрович, вот говоря о здоровье, здравоохранении, какое место в вашей жизни занимает спорт? Ну, сказать спорт это жизнь, это ничего, ничего не сказать, по той лишь причине, что человек, который так или иначе думает и о себе, и если хотите там о работе, или ну просто чтобы быть в какой-то форме, он обречен чем-то заниматься, да, поэтому это уже на любителя, кто-то, скажем, любит зимние виды спорта, лыжи, хоккей, кто-то футбол летом, хотя футбол можно и зимой играть, кто-то плавание зимой уже не поплаваешь, да, поэтому стоит задача на территории городского округа спорт развивать, спорт уделять значительное внимание, начиная из детского садика, школы и впоследствии или даже не впоследствии одновременно развитие спорта по месту жительства. Я помню, были годы, опять же, вернувшись в советские годы, у нас по ЖЭКам были спортивные инструктора, которые занимались организацией спорта по месту жительства, что очень важно, потому что стоит задача именно вовлечь, перевлечь людей, чтобы они могли рядом с домом футбол поиграть, баскетбол, хоккей. Мы сегодня, я вам скажу, по количеству существует, допустим, даже в этот год, сейчас по памяти скажу, мы ежегодно занимаемся обустройством дворовых территорий. И это детская площадка и спортивная. Спортивная площадка. Мы в этом году обустроили порядка 68 дворов, мы обустроили порядка, по-моему, 65 детских площадок и 52 спортивные площадки. Мы по количеству обустройства детских спортивных площадок, опять же, нам нет равных в Московской области, потому что мы так все время определили, распределили дворовые территории в том плане, что они у нас компактные, и каждый двор должен иметь свою систему, скажем, обустройства, кроме тротуара, освещения, сбора, там, где надо собрать, извиняюсь, мусор, должна быть детская спортивная площадка и освещенная. Более того, мы стремимся, когда вот последние годы мы делаем только с резинно-техническим покрытием, чтобы уйти от грязи, освещение и обязательно видеонаблюдение. Поэтому сегодня тех, кто хочет заниматься спортом, такая возможность есть. Более того, скажу в эфир, меня поймут правильно, я так говорю, даже в школах, когда бываю, занятия спортом это интимное дело. Хочешь занимайся, хочешь нет. Но суть в том, что заниматься спортом надо, необходимо. Это, по крайней мере, я когда вот прихожу, особенно бываю часто в Академии физкультуры и смотрю на ребят, которые проходят, молодые ребята, сразу видно, что они занимаются спортом. Это по осанке, по фигуре, по внешнему виду. Конечно. И зайдешь куда-нибудь, посмотришь, видишь точно, что там спорта нет. Поэтому очень заметно. А с возрастом, это людей, я сразу вижу, кто-то чем-то занимается или он не занимается ничем. Поэтому надо заниматься. Ну вот вы сейчас рассказали больше о массовом спорте, но ведь и в большом спорте люберчане тоже приносят победы. Тренеры год за годом воспитывают новых чемпионов. Это несомненно. Вообще, вот каковы здесь главные наши достижения? Откуда наши спортсмены привезли свои награды за этот год? Вам известно? Ну, я скажу пофамильно, чтобы я тут, значит, ничего не придумал. Я тут себе делал записи, по метке с вашей решения. Я себе гляну. Но суть в том, что у нас традиционно мы регулярно проводим мероприятия спортивные в памяти Владимира Кузина и это по боксу в нашем, скажем, спортивном комплексе «Спартак». Но суть в том, что у нас достаточно, я оцениваю, на уровне работает по крайней мере, управление спорткомитет. И в этом плане им занимается Владимир Владимирович, я возьму с вашей решение очки. Значит, и чтобы я был правильно понят, значит, вот могу сказать, что у нас на сегодняшний день 70 видов спорта, из них 19 олимпийских. Это мне вот, что касается достижений, то вот Полина Хомякова, она стала реконсмерткой России в эстафете 400 на 400, значит, и вошла в состав сборной команды Московской области. Что касается, значит, вот тяжелоатлетики и любятся этим отличаются, то проходило первенство Европы в городе Эйлад Израиль и Яна Сатиева, она заняла первое место. Это, будем говорить, такие достижения. Значит, есть такой вид спорта армрестлинг, да? Так вот, Олеся Шибанова, она заняла первое место на чемпионате мира. Значит, мы так получилось, я об этом не говорил, но суть в том, что мы заняли, не заняли, а по крайней мере, ну, уже в прошлом году, да, в 2018 году мы с федерацией экономии и гребли на байдарках, мы заключили с федерацией, всероссийской федерацией некое соглашение и на базе кореневского карьера там будет развиваться. мы начали развивать данный вид спорта. Так вот, хочу сказать, что, значит, в заездах на байдарках одиночка, бронзовым призером Кубка России на дистанции 2000 метров стала Елена Анюшина. по итогам первенства Европы по боксу, значит, наш Владислав Иванов, значит, который проходил в Улде Кавказии, занял первое место весовой категории до 91 килограмма. Поэтому я могу, скажем, тут такие записи есть и суть в том, что можно об этом рассказывать, потому что мы всегда говорим, что любят территорию спорта, но есть еще такая интересная, скажем, сюрприз. Вот семилетняя девочка Ксения Лукина, она попала в Книгу рекордов России, она на перекладине, как говорят, прямым фатом за одну минуту сделала 18 подтягиваний. Это грандиозно. Конечно, поэтому суть в том, что будем говорить, что начиная от таких юных дарований, семилетних, когда они попадают в Книгу рекордов Геннесса, ну и заканчивая и тяжелой атлетикой, и боксом, и греблей, и баскетболом, и футболом. То есть нас есть кем гордиться, ну а самое главное, я могу сказать, что касается сдачи норм ГТО, то так получается, что мы находим в первых строках Московской области по количеству занимающихся ГТО, а также призеров и тем, кому выданы значки ГТО, мы находимся в первых строчках Московской области. Это тоже факт. Люберцы, территория спорта. Да. От этого никуда не денемся уже. Ну что ж, вот с этими победами идем и в Новый год, а под Новый год в чудо готов поверить даже скептик со стажем. Но сами-то дети, они всегда живут, все время живут в ожидании волшебства. Правда, не всем ребятам доступны новогодние, предновогодние радости. Поэтому администрация округа совместно с Почтой России организовала незабываемое представление для детей из многодетных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также для ребят, которые проживают в социальных учреждениях, для детей инвалидов. Все подробности этого праздника в нашем сюжете давайте посмотрим. Новогодние сюрпризы, сказочные персонажи и письма Деду Морозу. Люберецкий дворец культуры на один день превратился в волшебную страну. Атмосфера праздника чувствуется уже с порога. Для того, чтобы новогодние желания непременно сбылись, дети пишут письма в Великий Устюг. На втором этаже царит настоящее волшебство. Здесь маленьких люберчан ожидают сказочные фотозоны, красавица-елка и главные новогодние персонажи. Ассоциируются с наступлением Нового года, новых желаний, новых возможностей. Конечно, чего-то такого прекрасного и необычного. Тем временем в заполненном зале Дворца культуры шумно и весело. Заразительный детский смех не прерывается ни на минуту. Со сцены звучат песни и поздравления. С наступающим Новым годом! Новогоднюю елку главы городского округа Люберцы посетили более 600 детей. В преддверии любимого праздника они получили сладкие подарки и массу положительных эмоций. Луиза Игазарян, Валерий Абсалямов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Новогодний марафон стартовал, как и сам-то проект «Зима в Подмосковье». В Люберцах на выбор жителей и гостей округа созданы условия для активного отдыха. Владимир Петрович, какие развлечения ждут Люберчан в этом году в парках округа, во дворах, может быть? Ну, во-первых, мы, как всегда, готовимся к Новому году и мы ставим перед собой задачу организации всевозможных мероприятий. Поэтому, будем говорить, организация встречи Нового года, она произошла еще 1 декабря. Да, потому что мы на территории городского округа зажгли елку именно в центральном парке. Я думаю, что она многие видели уже, она красочная. Таких мест мы определили 5 в каждом городском поселении. В этот день, в 6 часов вечера, скажем, такое действие было совершено и не только у нас, по всей Московской области. Мы включились, будем говорить, хотите, в этот марафон или, скажем, в это действие. А на сегодняшний день я оцениваю, что город украшен. Конечно, в совершенстве нет предела, но ставили задачу, чтобы все как-то светилось, сверкалось, переливалось разными красками, особенно на объекты торговли и так далее. Ну, в этом плане мы двигаемся, я так думаю, что-то еще будет украшено. Поэтому надо создать такое праздничное настроение. Более того, у нас работает управление культуры совместно с управлением спорта по той же причине, что мы планируем целый ряд мероприятий. Это размещено, эти мероприятия, их перечень и название, и время, это на наших сайтах это все указано. Тем не менее, у нас где-то, мы планируем провести где-то там порядка 550-570 всевозможных различных мероприятий, особенно предновогодних, особенно внешкольных каникул, где будут всевозможные концертные программы, новогодние представления, Деда Мороза и Снегурочка, это в том числе детишкам подарки, то есть это все будет организовано в наших домах культуры, в наших парковых зонах, значит, это будут всевозможные концерты, анимации, аниматоры, все, что связано с весельем, потому что все-таки Новый год это радостный праздник, и в том числе, включая Рождество. Кроме развлечений, естественно, мы организуем всевозможные спортивные мероприятия, единственное, что сегодня пока нет снега, я надеюсь, что он будет, и нет мороза, я надеюсь, что они будут, потому что зима свое возьмет, поэтому мы ставим, где-то мы должны залить, я оцениваю, там 21-23 катка, мы ставим задачи организация, значит, снежных горок, и мы тоже, у нас места определены, мы понимаем, как это сделать, и кем это делать, ну, если нужен снег и мороз, и мы эту тоже работу проведем, поэтому стоит задача, значит, у нас во всех парках определены территории, зоны, где будет лыжня, и у нас будет несколько, скажем, территорий, где она будет освещена лыжня, поэтому тоже нужен снег, и это будет, мы тоже все это организуем, поэтому стоит задача, вот, подойти к новогодним праздникам, чтобы было весело, на душе тепло, в организационном плане, скажем, наше, скажем, управление культуры и спорта к этому готовы, я думаю, что жители это поддержат, школьники, для школьников, зимние каникулы, это тоже радость, это отдых, и тоже будет заняться, ну, и здесь вопрос есть, что касается безопасности, то мы провели целый ряд совещаний, мероприятий, потому что стоит вопрос еще и безопасности, как чисто правопорядка, так и вопросы пожарной безопасности, потому что даем себе отчет, что все-таки Новый год, он сопровождается, пиротехникой, всевозможными огнями, бенгальскими и прочее, поэтому стоит задача соблюдения правил пожарной безопасности, техники безопасности, соблюдения правопорядка, это тема, я сейчас не хочу тут, как бы, нанять ситуацию, она требует тоже такого подхода, чтобы мы этот праздник не омрачили, это тоже стоит задача, ну, и понятно, что отдельная задача ставится коммунальным службам, и так далее, что все должно работать, потому что праздник, он должен быть праздником, и ничто не должно нас подвести, вот такие задачи перед нами стоят. В декабре самый популярный получатель писем, это, конечно, Дед Мороз, к нему обращаются со всех уголков России, дети в своих желаниях не знают границ, ну, естественно, ведь Новый год и волшебство, они ходят рука об руку, о чем же ребята просят Деда Мороза, и как они отмечают Новый год, давайте посмотрим в сюжете. Я люблю Новый год, потому что приходит Дед Мороз. Я люблю Новый год, потому что Дедушка Мороз приносит подарки. И елочка очень красивая. Родители слушаются, все дети. Я люблю Новый год, потому что можно тебя даже не сказать. Я люблю Новый год, чтобы Дед Мороз пришел. И потому что Дедушку Мороз дадит нам подарки. И потому что мы на санках катаемся. Снежки играем. И снеговика лепим, и строим снежную крепость, и на рейтянке катаемся, и на воду. И снежную бабу делаем. Я уже написала письмо Деду Морозу. Я написал Деду Морозу, что я хорошо себя вел. Хорошо плавал на плаванге. Хорошо писал в школе. А еще я хочу Микеланджело, Микки самурая, ниндзю-черепашку. Соль. Дедушка Мороз, хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Подари мне, пожалуйста, куколку. Хочу, чтобы ты мне принес зайчика. Игрушки, хлопушки, подарки, звездочки, снежинки, шарики, бусы всякие, мишура или что там как-то это называется. Мягкую игрушку и поняшку мою. Я попросила Дедушку Морозу, чтобы он мне принес игрушечного единорога. И туфли на высоких каблуках. Мы будем выходить на улицу и смотреть фейерверк. Мама и папа сидят, они сидят и фоткают нас и смотрят на нас. А мы там песенки поем, подарки, наверное, нам там разыграемся. К нам приедут Ваня, Настя, дочь Кате и дать Слава. Короче, из Башкирии. Мы будем все отмечать этот Новый год. Новогодний торт испекли. Если бы я был Дедом Морозом, я бы хотел, чтобы все дети хорошо себя вели. Я наколдовал детишкам снег. Я наколдовал каникулы всем. Если бы я была снегурочкой, я бы сделала, чтобы дети были счастливы. Если бы я был Дедом Морозом, тогда бы я исполнил бы любое желание. Всем раздал пирожки. И, конечно, мне так нравится Новый год. Да, много полезного можно для себя здесь услышать. Дети знают, о чем говорят. Владимир Петрович, самое время сейчас поздравить всех с наступающим Новым годом. Ну, видите, настолько хорошая такая зарисовка. Чудесная. Разговор с детишками. Потому что Новый год – это все-таки семейный праздник. Это праздник как детишек, так и взрослых. И задача взрослых, чтобы вот эти ожидания детишек оправдались. Потому что вера в сказку, вера в чудо – это, наверное, в детстве чуть ли не главное, основное. Потому что, когда ребенок вырастает с верой в чудеса и так далее, потом взрослеет, и он стремится, чтобы вот эти чудеса в жизни становились явью. И он к чему-то приходит, потому что у него какая-то воля из детства, что это все сбывалось. И он дальше пытается, чтобы это тоже как-то получалось. Я бы сегодня хотел искренне сказать, что вот эти детишки, которые озвучили, это в целом, будем говорить, пожелания, видеть это чудо, подарки, чтобы это сбылось. Это может сбыться при одном условии, что если есть взрослые, и они помогут этой сказке сбыться. Я сегодня хотел бы сказать слова, чтобы чудо сбылось, и мечты сбылись у нашего старшего поколения, от них были сегодня вопросы. Потому что люди более старшего поколения, они все-таки сделали, внесли свою лепту в развитие вот этого чуда нашей страны, который позволяет нам, по крайней мере, сегодня ряд вопросов решать. Поэтому я искренне хотел бы, чтобы у людей старшего поколения и здоровья, и чудеса сбывались, совершались, планы сбылись. Ну а есть, вот я оцениваю, такой основной состав нашего населения. Это люди трудоспособного возраста, чтобы у них хватило сил обеспечить вот это сказочное желание детишек, и помочь в этом мире в плане долголетия своим родным и близким старшего поколения. Поэтому вот этому людям, взрослым, искренне желаю и доходов, и заработной платы, и такого внутреннего морального, внутреннего согласия, чтобы ваши планы сбылись. Поэтому сегодня хотел бы искренне всем пожелать вот всяческих чудес в Новый год, чтобы все задуманное сбилось, свершилось. Искренне желаю, чтобы все, к чему вы стремитесь, желаете, чтобы это стало явью, чтобы вот эти планы, которые мы намечаем, чтобы они обязательно сбылись. Потому что жизнь, она бесстратечна, все в этой как бы непросто. Но когда человек живет с верой, с таким огромным желанием, что-то получилось и сбылось, оно обязательно сбудется. Поэтому я искренне желаю, чтобы все были здоровы и счастливы, мир был в душе и вокруг нас, нас и в этом пространстве жизни людей. Поэтому искренне желаю, чтобы все у нас получилось. Потому что именно вот это общее настроение, доброта, любовь, вот это сказочное настроение вокруг, оно делает нашу жизнь прекраснее. И мы, вот исходя из того, что мы видим, это нас укрепляет, и мы в состоянии решать самые разные задачи, любые вопросы. Поэтому в канон Нового года искренне желаю, чтобы все у всех получилось, чтобы все были здоровы и счастливы, и радовались жизни, окружающим. Поэтому, друзья мои, с наступающим Новым годом! Спасибо, Владимир Петрович, за ваши слова поздравления и за ваши подробные ответы на сегодняшние вопросы. Друзья, это был диалог с главой. Мы благодарим вас за внимание и проявленный интерес с наступающим вас Новым годом! И пусть нынешняя зима особо не балует нас снегом, но никто не отнимет у нас мечту о снеге. А ведь мечты сбываются. Порадуемся снегопаду хотя бы на экране. С наступающим праздником! Люберцы! Спасибо! Праздники опять начинаются Пусть мечты скорее сбываются Мы же пожелать здоровья хотим Людям всем на нашей планете. В городе царит оживление Ждем подарков мы с нетерпением Чтоб согреться в эти зимние дни Будем веселиться, как дети. А белый снежок На тома и улице Скрипит каблучок С Новым годом любят ты Время вперед Но все лучшее будет там Идет Новый год С Новым годом любят ты Эти дни несут столько радости Смех, улыбки, шутки и сладости Бойку радость нетерпений и ждем Пусть печали вмигом растают И обиды все позабудутся А желания добрые сбудутся Даже в самый крепкий лютый мороз Пусть улыбки нас согревают А белый снежок На тома и улице Скрипит каблучок С Новым годом любят ты Время вперед Но все лучшее будет там Идет Новый год С Новым годом любят ты А белый снежок На тома и улице Скрипит каблучок С Новым годом любят ты Время вперед Но все лучшее будет там Идет Новый год С Новым годом любят ты А белый снежок На тома и улице Скрипит каблучок С Новым годом любят ты Время вперед Но все лучшее будет там Идет Новый год А белый снежок скрипит, как лучок Время вперёд, идёт Новый год Субтитры создавал DimaTorzok